Слава Тебе! Мы превозносим Твое святое имя. Господь, вовек милость Твоя. Аллилуйя! Слава Тебе! Величь душа моя Господа и вся внутренность святое имя Его. Во имя Иисуса Христа. Алекс, иди сюда. Сделай, пожалуйста, немножечко вот это, чтобы все двигалось, чтобы я видела. А, это в прямом эфире? Да, это в прямом эфире. Немножко откорректируй, чтобы было видно. Вот так. Слава Господу! Мы продолжаем, продолжаем молиться, дорогие. Слава Богу нашему! Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, сегодняшнее время, чудесное время. Иисусу слава! Хвала Ему! Итак, дорогие мои, давайте обратимся в Слово Божие. Все хорошо у нас. Иисус Господь с нами. Все настроено, все поставлено. Будем идти в Слове Божьем, славить Его. Потому что Слово Божие – это место, неисчерпаемый источник словословия, хвалы и поклонения Господу. Я так рада, что когда мы не знаем, о чем молиться, Божье Слово всегда нас научит, о чем нам молиться. Аминь! Аминь! Итак, я буду читать сейчас и Псалма 17. И пусть Господь нас благословит, чтобы Слово Его, оно научало нас, чтобы Слово наставляло и давало нам свои все неисчерпаемые богатства. Аллилуйя! Начальнику хора, 17-й Псалом. «Господь, слава Тебе! Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Возлюблю твердыня моя и прибежище мое! Избавитель мой, Бог мой, скала моя! На него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое! Призову поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь!» Аллилуйя! Давайте молиться! Будем молиться и славить Господа! «От врагов Ты, Господь, спасаешь! Слава Тебе! Ибо Ты скала наша! Имя Твое, Господь, крепкая башня! И мы убегаем в Твое имя и безопасны! Щит и ограждение – истина Твоя! Вот, Господи, наша защита! Вот наше покровительство! Слава Тебе, Господь! Слава, слава Тебе! С милостивым Ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним, искренне, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его! Господь, я благодарю Тебя, что Ты даешь нашим сердцем, чтобы мы были милостивые, чтобы мы поступали милостиво! Господь, потому что с милостивым Ты поступаешь точно так же! И мы прощаем наших должников и будем в самой прощины! Вот так, как мы прощаем, так и Ты нас прощаешь! Слава Тебе! О, если бы не Слово Твое, мы бы просто заблуждались! Мы заблуждались и не знали истину Твою! Господь, но сейчас Слово Твое просвещает! Слово Твое наставляет! Аллилуйя! Ты возжигаешь светильник мой, Господи! Бог мой просвещает тьму мою! Во имя Иисуса Христа мы говорим «Да, Господи! Ты просвещаешь эти темные участки нашей жизни!» Потому что мы имеем вернейшее пророческое Слово! И мы хорошо делаем, что обращаемся к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте! Господь, освети все-все эти места нашей жизни, где еще нет Твоего Света! С Тобой я поражаю войско! С Богом моим восхожу на стену! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Ты научаешь руки нашей брани! Ты, Господь, даешь нам все средства, необходимые для того, чтобы мы поражали, поражали всякого неприятеля, который восстает из преисподней! Во имя Иисуса! Какой бы этот дух ни был и без! Ты даешь, Господи, нам силу побеждать и противостоять этим силам тьмы! Слава Господу! Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Нет у нас другого, дорогие братья и сестры! Нет у нас такой, как Господь! И Он только наша защита, и Он наше упование! Слава нашему Господу! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Бог припоясывает меня силой и строяет мне верный путь! Аминь! Аминь! Делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня! Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, что Ты дал щит спасения! И десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня! Господь, слава Тебе! Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты даешь нам все оружия свои, чтобы мы, Господи, не злагали и повергали врага под ноги свои! Ты сказал, наступайте на эту вражью силу! И, Господь, мы будем это делать! Слава Тебе, Господь! Мы молимся, прославляем Слово Твое! Дорогие дети Божьи, давайте, давайте вместе будем хвалить Господа! Просто чудесный Псалом 17, который нас научает! И Господь научает руки мои брани, и мышцы сокрушают медный лук! Слава Тебе, Господь! Иисус Господь, Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои! Аллилуйя! Слава Тебе! Мы читаем Псалом 17, и я сейчас читаю 37 стих и ниже. Он расширяет шаг, то есть делает твердым поступь. Ноги наши не колеблются, потому что основание, на которое поставил наш Господь, это есть Слово Божие, это Сам Господь, и ноги поэтому не колеблются. Когда наши ноги колеблются? Тогда, когда мы не уверены, когда мы не знаем истину, а когда мы знаем, тогда мы очень тверды и не колеблются. Я преследую врагов моих и настигаю их, и возвращаюсь, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. До полной победы, дорогие мои, до полной победы, до полной победы. Не возвращаемся, не отступаем, мы проходим дальше и дальше. И сегодня наше общение в эфире. Мы имеем общение в Слове Божьем с Господом нашим, который научает наши руки брани. И Он, наш Господь, дает нам направление, как нам двигаться. Мы общаемся с Господом и с друг с другом. Слово Его, место общения, место встречи, дорогие мои, изменить нельзя. Это наше место встречи с Господом. Если бы сейчас я не читала, как Господь дал мне эти слова прочитать, то, наверное, бы я просто потерялась. Я не знала, куда бы и как мне направлять сюда. Но я сейчас четко знаю, Господь учит нас преследовать врагов и настигать их, пока доколе не истребятся они. Поражаю их, и они не могут встать. Падают под ноги мои. Аллилуйя, слава Тебе. Поражаю, и они не могут встать. Чем мы можем поражать дьявола, дорогие мои? Мы можем поражать дьявола только всеоружиями Божьими. Оружием Божьим. Вот Слово Его, которое пронзает, разрушает и уничтожает, и разминает, и молотит, и сокрушает всех врагов, и они падают под ноги мои. Никакими убеждениями другими мы не сможем захватить территории, которые Сатана контролирует во имя Иисуса Христа. У нас есть оружие воинствования наше. И это Слово Божие. Слава Господу. Они не могут встать, ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мою восстающих на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидующих меня. Во имя Иисуса Христа. Кто у нас ненавидящий нас? Это дьявол. Он падает под ноги. Не людей мы сейчас должны топтать. Дорогие мои, давайте мы будем различать, где и с кем мы воюем. Потому что Господь сказал, что оружие воинствования наше не плацкие. Аминь, не плацкие. Но они сильные Богом для разрушения всех демонических сил. Слава нашему Господу Спасителю. Потому что воинствования наши действительно не плацкие. Аллилуйя. И мы низвергаем и не спровергаем все замыслы сатаны, которые восстают против нас. И помышления пленяем, всякое непослушание, послушание Христу. Это говорит Слово Божие. И я сегодня хочу нашу мысль развить в том, что говорит Писание. Слово Божие. Меч духовный. Меч духовный. Итак, мы вступили в полосу брани, в полосу войны. Мы согласились стоять в проломе. Мы согласились отстаивать наши дома, наших близких, родных, дальних. Мы согласились с вами вступить в военную сферу. И поэтому нам нужно, дорогие мои, очень глубоко знать оружие воинствования наше. Я очень радуюсь, когда читаю ваши сообщения, и где вы пишете, и конкретно указываете, что именно Слово Божие, которое в этой ситуации будет работать, оно укрепляет вас. И так радостно, когда мы не просто говорим нужду, но уже и берем оружие нашего противостояния для того, чтобы утвердить нашу позицию, что мы на правильном пути, и мы имеем полное право наступать на вражью силу. Вот так говорит Писание. Итак, мы должны очень глубоко познать, что есть наше оружие. Уже очень много известно, много все уже прочитали это место. Глава 6 эфесянов – это оружие нашего воинствования, которое Господь сказал, чтобы мы укреплялись Господом и приняли это все оружие Божие. Мы чтобы облеклись, то есть оделись во воинстве оружия Божия. Ну, на войне должно быть обязательно оснащенным. Потому что если мы не выходим на поле сражения силами тьмы, без этих оружий, то мы будем терпеть поражение. Поэтому защищаем себя всеми оружиями Божьими и ведем наступательную позицию. Наступательная позиция – это меч духовный, Слово Божие. Вы знаете, я рассматриваю все эти средства, которые здесь Господь говорит, чтобы мы приняли через апостола Павла. Они все имеют только один источник – это все Слово Божие. И шлем спасения, и пояс истины, и броня праведности, и щит веры, и меч духовный. Все эти оружия, которые мы должны принять, взять на себя, они все исходят из Слова Божия. Поэтому я хочу сказать, облечься все оружие Божие – это облечься Словом Божиим. Потому что оно живое и действенное. Слава Иисусу, слава Господу. И Господь наше все внимание направляет в Слово, чтобы мы знали Его. Поэтому, дорогие, я умоляю вас, умоляю, читайте Слово Божие, чтобы знать, какими нам средствами пользоваться в той или другой ситуации. Мы должны читать, знать, исследовать и пребывать в Слове Божием. И после того, как мы это знаем, мы тогда можем и противостоять в день злой. А если мы не знаем, чем нам противостоять, как защищаться, как отвоевывать и как поражать врага, чтобы был он под ногами нашими. У нас никаких оружий для этого нет. А есть только одно – Слово Божие. Поэтому я прошу наполняться Словом Божиим. Многие христиане уже имеют долгий опыт, и они наполнили себя этим Словом Божиим. И им очень легче и легко противостоять всем силам тьмы. Но тот еще, который не вкусил вот этого всего благодства, премудрости Божией и Слова Божьего, которое нам как средство, откуда мы черпаем, как источник, все наши силы духовные, физические, душевные, оттуда мы черпаем. Поэтому давайте углубляться в Писание. Писание – это наше место пребывания, место встречи с Господом. И изменить нельзя – это Слово Божие. И Слово Божие, оно приходит в наш дух, и оно там пребывает. И если мы пребудем в нем, и его слова в нас пребудут, тогда чего мы не будем просить, будет нам. Так говорит Писание. Итак, сегодня я хочу из одних оружий взять из этого места, и мы будем рассуждать на эту тему. Итак, на Ипаче, что здесь написано? Взять щит веры, это глава шестая к Ефесянам, вот. И семнадцатый стих – шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Меч духовный – Слово Божие. Единственное средство для наступления на врага – это меч. Все остальные доспехи – это защищать себя. И меч духовный – это единственное средство, которое дает нам направление наступательную позицию, занимать наступательную позицию. Итак, меч духовный – Слово Божие. Я не так давно прочитала заметки нашего благословенного библейского учителя Рика Рейнера, где он говорит о всеоружиях Божьих, и я там такую истину почерпнула, которой я хочу сегодня поделиться. Одно слово перевернуло все мое сознание, все мое восприятие Слова Божьего. Итак, он говорил о мече духовном, и о духовном мече, который есть обоюдоострый меч. Когда апостол Павел писал это послание к Ефесянам, он был в римской тюрьме, и он видел доспехи, какие были на солдате, который охранял его. И Дух Святой показал на этом примере глубину силы всеоружия духовного, всеоружие духовное. Потому что наше оружие не плотские, не боюйте ни с кем по плоти, милые мои. Наше оружие воинствования только силами тьмы. Поэтому к миру нас призвал Господь. Аллилуйя, слава тебе, слава тебе, Господь, что мы призваны к миру со всеми. И мы должны быть миротворцами, но наше воинствование сильное Богом, духовное. Итак, меч духовный. И вы знаете, он описывает, что обоюдоострый меч имеет очень большое значение. Обоюдоострый, и он говорит, что в обоюдоостром мече это с двух сторон острие отточено. В римской армии у солдат были односторонние мечи, очень оточенные, очень мощные, большие и сильные. И солдату нужно было применять всю способность и возможность, чтобы поразить врага своего. Но здесь Писание нам указывает на обоюдоострый меч. Об этом написано в Откровении, в первой главе, в 16 стихе, когда апостол Иоанн увидел Господа Иисуса Христа в своей славе. Во всей его славе. Это было потрясающее зрелище. И он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Итак, указано, что из уст, из уст выходил острый с обеих сторон меч. Что такое обоюдоострый? Я не знала. Я знала, что это сильное оружие, оно отточенное с двух сторон, значит, очень сильное, очень крепкое, и поражать будет врага очень умело. Но я сейчас вам хочу просто, просто сказать. Он дал расшифровку, что такое обоюдоострый. Обоюдоострый в греческом переводе, это греческое слово обозначает «дистомос». Вот, «ди» означает «два», а «стомос» означает «рот». Отсюда стоматолог, «стомос», «рот». Значит, получается, что два рта. Обоюдоострый меч – это меч, который имеет два рта. Это такой образ, это такой пример, чтобы было ясно нам знать, что мы делаем, когда используем слово Божие. Почему два рта? Почему два рта? И об обоюдоостром мече не только в одном месте сказано. Еще в Откровении 2, 12 сказано, чтобы ангелу пергамской церкви, Господь говорит, напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Острый с обеих сторон. Посмотрите, упор, что он должен быть с двух сторон острым. Итак, «дистомос», обоюдоострый, «дистомос». Просто запомним, давайте, очень просто. «Стомос» запомнить, стоматолог. «Стом» – это рот, а «стомос», «ди» означает «два». Очень простое слово, но такую глубину проливает, такое понимание, чтобы мы, пользуясь Словом Божьим, знали, что это, что происходит. Слава Господу! Итак, не только в Ветхом Завете, ой, то есть в Откровении было написано, но об этом было написано также и еще к евреям, 4 главе, 12 стих, по 16 я буду читать. «Обоюдоострый меч». Если взять односторонний меч, и это Слово Божие также, я хочу вам сказать, что Слово Божие – это меч. И когда он отточен с одной стороны, Господь сказал Слово, и этот меч духовный отточен с одной стороны. Очень сильный, очень мощный, очень важный, очень важное оружие воинствования. С одной стороны, да, уже как рубанешь этим словом, то, значит, там ничего живого не останется. Но есть еще что-то, «Обоюдоострый» еще с другой стороны имел. Это наносить удару с двух сторон мечом острым, это значит уже абсолютная победа. Потому что наносить удар таким мечом, я сейчас не хочу, чтобы вы представляли, как человека убивать. Нет, нет, нет. Нет, когда мы наносим этим мечом духовным по силам тьмы, там полная победа. Почему «Обоюдоострый»? Почему «Обоюдоострый»? Почему, вы знаете, это значит, если привести два рта, меч с двумя ртами, и он держал в своей руке меч с двумя ртами. Интересно, если вот так дословно привести, что это за оружие с двумя ртами? Чей второй рот? Первый рот, с одной стороны, это слово Господа, который Господь сказал. А поскольку мы соработники, сотрудники и соучастники его, то с нашей стороны должно быть использовано слово нашими устами, вторым ртом, слово Божие. Второй рот – это мы, которые используем его по назначению в этих ситуациях, в которых мы воюем с дьяволом, с тьмою. Вы понимаете, как это важно? «Обоюдоострый» – это Господь и ты вместе с ним, потому что мы сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем ко спасению. И вот тогда враг наш под ногами нашими, потому что это сила воинствования нашего, меч духовный, который в нашей сущности, он принят в духе нашем и использован по назначению. Но не благодать ли это? Но не откровение ли это от Господа? Я настолько вдохновлена этим, что Господь нас приглашает, призывает, чтобы мы этим мечом, с другой стороны, своим ртом исповедовали и слово делали, чтобы оно было живым и действенным. Аллилуйя! Слава, слава Господу! Итак, меч с двумя ртами. Я сейчас обращаюсь к вам, ко всем. У нас есть меч, который и Слово Божие, и твои уста, Слово, сказанное Богом, и Слово, сказанное тобой, оружие духовное, имеет две стороны, Господь и ты. Если Он дал власть такую же, как Отец дал Иисусу, то представляете, сам Господь Иисус отражал дьявола и говорил, написано, написано, и нам нужно знать, что написано, что написано в Слове Божьем, чтобы противостоять день злой. И когда наши нужды, и когда наши вот эти все просьбы Господу, мы должны знать, что мы победители, что у нас есть оружие воинствования. Чтобы под ногами эта ситуация была, нам нужно твердо взять этот меч, это оружие и направлять его прямо, прямо в это волосатая темя сатанинская, как в одном из слов написано, волосатая, закоснелая. Эту кость дьявольскую нужно сокрушить Словом Божьим. Другого оружия воинствования у нас нет, милые, дорогие мои. Итак, я сейчас обращусь к евреям в главе 4, еще больше прольет свет. Как мы должны этим оружием бороться? Посмотрите, как написано. 4 глава евреям, 12 и дальше места Писания. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божье живое. И острее всякого меча. Физический меч. Здесь показано на физический меч, который имеет большую силу, чтобы поражать врага. То в Слове Божьем есть сверхъестественная сила. Оно действенно и острее, то есть сильнее. Сильнее, потому что оно имеет сверхъестественную силу, когда мы используем его по назначению. Уже если физический меч может сделать большое, то представьте, меч духовный. Он несравненно ни с каких измерениям сильнее, потому что в нем есть сила Божия. Слово Божье сказанное и слово, которое ты говоришь своими устами, это сказанное слово. И что оно делает? Оно проникает во внутренность твою. Не в чужую внутренность сейчас. Не будем этот меч направлять в чужую внутренность, чтобы там мечом убивать брата нашего. Потому что мы очень часто меч не туда направляем. Мы сэстезуемся и боремся. Диминация с деноминацией, брат с братом, и доказывая свою правоту. И вот эти лязгают, эти мечи духовные, и вот идет такая борьба и сражение. Да не для этого нам Господь дал это оружие. Он дал, чтобы мы его в правильное место направляли, не друг друга. Поэтому самое первое, что делает Слово Божие, оно проникает в внутренность мою, и души моего, и духа, и составов, и мозгов. И что делает? Судит помышления сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами ему. Его. Ему дадим ответ. У Слова Божия, у этого оружия есть глаза. Оно производит в нас работу. Нет ничего сокровенного. И когда Слово Божие приходит в наше сердце, тогда, дорогие мои, что получается? Оно в первую очередь судит помышления наши, мои сердечные. Оно судит мои помышления. Оно производит величайшую работу во мне самой. И когда мы принимаем это Слово в первую очередь, дорогие мои, запомним, для себя, тогда мы можем быть натренированы этим Словом и вступать в поле сражения силами тьмы. Чтобы дьявол не сказал, Христа знаю, Павла знаю и еще других знаю. А кто ты, который сейчас на меня восстаешь? Поэтому пусть Слово Божие проникнет меня и проведет свою божественную работу. Оно разделит меня. Чистое от нечистое. Оно будет судить, то есть будет обнажать все помышления мои сердечные. Потому что все обнажено пред Господом. Перед нами не все обнажено. Мы часто думаем, что мы идем правильным путем, но конец получается погибель. Но когда Слово Божие входит внутрь, оно судит мои помышления и делает из меня правильного человека пред Богом. Праведником. Праведником. Халилуя. Слава нашему Спасителю. Итак, сегодня мы обоюдрый острый меч, дистомос, возьмем в свои уста и будем направлять его куда? В силы тьмы. В эти демонические силы. Потому что ангелы небесные подвязаются с нами тогда, когда мы здесь на земле. Вытаскиваем этот меч из своих ножен, из своего сердца и направляем силы тьмы. Как только мы это делаем, силы небесные приходят, потому что без веры Богу угодить невозможно. Невозможно. Наша вера в Слово Божие. И когда мы с верой берем Слово Божие и поражаем врага, тогда, наступаем на врага, тогда вся небесная сила приходит нам на помощь. Аллилуйя. Мы вместе, мы не одни воюем, милые. Вы помните, когда Даниил увидел откровение от Господа, и он молился, и Господь послал ему своих ангелов, своего ангела, который принес ему добрую весть. Но он задержался в пути только по одной причине, что все демонические силы восстали, чтобы противостать и не дать принести это послание для Даниила. И он 21 день сражался. И 21 день Даниил был в молитве и в посте. Он пищу сладкую, вкусную не ел и молился пред Господом. И шла эта брань. Не будем отступать до полной победы. Не будем отступать. Мы будем противостоять. И вместе с силами небесными мы будем наступать на всю вражью силу. Как мы читали в Псалме, что враг под ногами падает и не встает. Не от того, что я такой сильный, румный, разумный. Да потому что Слово Божие делает свою работу, и все небо вместе с нами вступает в эту брань. Почему сегодня Дух Святой побудил меня на эту тему говорить? Мы вступаем все больше и дальше в эту духовную сферу воинствования нашего против злобы, против духов, злобы поднебесной. Церковь в последнее время, она воинственная, она сильная, она грозная, как полки со знаменами. Где ее грозность? Где ее сила? В Слове Божьем. В Слове Божьем наша сила и наша поддержка и наше утверждение. Аллилуйя, аминь. И дальше я прочитаю, чтобы мы знали, что мы сейчас будем делать. Посмотрите, кто за нас. Если Слово Божие проникнуло в меня, сделало свою божественную работу, оно осветило все внутренние уголки, все стало обнажено. Мы согласились, мы сказали, Господь в этой области, в этой сфере, у меня не так. Очисти, освободи. Я сейчас во всеоружиях Твоих, чтобы не было поражения, чтобы была полная победа. И заключение, 14 стих, читаем к евреям, глава 4 и дальше. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Какого исповедания? Слово Божьего, которое в нашем духе положено положено и оттуда взято в наши уста для исповедания. Но запомни, друг мой, брат мой, дорогая сестричка, оно сначала в тебе производит работу, чтобы дьявол не сказал, а ты кто такой, кто такая? Оно проведет тебе эту работу, и ты будешь в воинственных оружиях, как страх, как победитель, от которого сатана будет просто отступать. даже тень проходящего Петра, тень проходящего Петра, она имела такое влияние, что больные исцелялись от этой тени. И там, где ступит нога твоя, вот этих все оружиях, которые прежде всего в тебе работу провели, там земля будет твоя. Давайте эту истину знать. Давайте не будем младенцами, колеблющимися. Ой, ничего не получилось. Не получилось только по одной причине, что ты не согласился, ты не отстоял свою позицию в Боге. Начинаем с себя, милые мои. Дух Святой говорит, начинай пробуждение с меня, все оружие сначала побеждать себя. Иисус сказал, никто не может быть моим учеником, если не возьмет крест. Вы знаете, взять крест, это распять свою плоть со страстями и похотями, прежде всего, чтобы потом воскреснуть, как воитель, как победитель к новой жизни. Вот для чего Господь. И Господь говорит, я научаю руки твоей брани и расширяю шаг под тобою. Сегодня слово Божие воинственное, оно сегодня такое, как Максим говорит, с перцем, я говорю, с огнем Духа Святого, чтобы мы знали, куда мы вступаем, для какой цели Бог нас хочет сегодня использовать. Итак, ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам немощах наших. Да, Господь сострадает, и Он знает, что мы немощны, но который подобный нам искушен во всем, кроме греха. И поэтому, если он был неискушен, чист во всем, и не было греха в нем, то наше воинствование, для того, чтобы оружие разрушить запинающий нас грех, сатана пинает нас грехом, я читаю, что помолитесь за брата в Господе, он не может освободиться от курева. Во имя Иисуса Христа, да не будет запинания, сатана пинает, пинает и пинает, и отбивает все внутренние наши органы, отбивает духовные органы, запинывает нас, забивает, я видела, как одного человека забивали просто до смерти. Вот так сатана уязвимые места наши находит и начинает пинать, пинать и пинать, но у нас есть оружие, встань, поднимись и возьми это оружие прямо по закоснелому темени его во имя Иисуса, и ты победитель. Итак, Господь говорит, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, мы приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать. Милость это прощение получить, и благодать Это его добровое даяние. Но сначала посмотрите такие слова. Посмотрите, Евреям 4 глава. Здесь говорит, что Слово Божие будет производить в тебе и во мне свою божественную работу. Воинствование наше. Прежде всего, с собой. Каждый день умираю. Каждый день распинаю плоть свою, Павел говорит. Каждый день. Не только сегодня, но и завтра, и в течение дня, и во всякое время. Господь с нами. Итак, мы сейчас будем приступать к престолу Его благодати. Смело, с дерзновением. С дерзновением. Это значит мужественно, уверенно, смело будем приступать к Нему. Чтобы получить милость и обрести его даровое даяние. Аминь, друзья мои. Слава Господу. Я вот здесь читаю, вижу Людмила Безозерская. Мы победили в славе Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Я и дом мой будем служить Господу. Господь освободи славу от алкогольной зависимости. Мы будем разрушать эти дела. И пусть славочка сам наступает на этого неприятеля, этого поработителя. Аллилуйя. Слава Господу. Господь с нами, дорогие. Мы будем молиться. Мы будем... Господь, спасибо тебе за твою власть прогонять и разрушать планы дьявола. Итак, я думаю, что сегодня это по сердцу Слово Божие, друзья мои. Мы должны укрепляться и всегда должны обновлять наше знание. Напоминанием возбуждать чистый смысл. Слово Божие. Что Слово Божие дано нам. Аминь. Будем говорить Господу сейчас. Его Словом. И для того, чтобы нам еще больше укрепиться в Боге, в Его Слове, я умоляю вас. Пожалуйста, пожалуйста, давайте читайте Псалом 118. Здесь без напремудрости силы Слова Божьего. Аллилуйя. Слава нашему Господу и Спасителю за то, что Слово Его научает нас брани. Оно расширяет шаг. Оно делает свою божественную работу. Блаженны непорочные пути. 118 Псалом. Ходящие в законе Господнем. Блаженны ходящие откровения. Всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззаконие, ходят путями Его. Господь слабо. Слава Тебе. О, если бы направлялись в пути моих к соблюдению уставов Твоих, тогда Ты бы был победителем. Тогда я бы не подсадился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, получая судам правды Твои. Буду хранить уставы Твои. Не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову. Вот оружие. Юноши, вы сильны. Вы победили лукавого. Потому что Слово Божие пребывает в вас. Военные, молодые, крепкие, сильные юноши. Это не только юноши в возрастном. Чаще они не такие сильные. Но те юноши в духе, которые в этом оружии хранят себя по слову Его, они побеждают словом. Они победили лукавого. Потому что Слово Божие пребывает в них. Вот наше оружие. Побеждать лукавого. Словом Божиим. Подтверждаются. Подтверждаются места Писания. Вся Библия пронизана этими дорогими, прекрасными Божьими обытованиями. Всем сердцем ищу Тебя. Не дай мне отклониться от оповедей Твоих. То есть от Слова. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Кто хочет, чтобы жизнь была чистая? Что сделать? Господь, сохрани Слово. Сокрой. Сохрани Слово Его в сердце своем. И не будешь грешить. Там не может быть тьма и свет вместе. Свет вытеснит эту тьму. О Господь, устами моими возвещал я все суды уст Твоих. Посмотрите, благословен ты Господь, научающий меня уставам Твоими. 13 стих, 118 псалом. Просто все сплошное откровение. Я не могу, друзья мои. Я просто взахлеб. Я просто в таком, в такой благодати. Потому что каждое слово несет откровение Божие. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. Посмотрите, устами все суды. Потому что осуди грех. Осуди этого князя мира. Порази его. Наступи на него. Во имя Иисуса Христа. Устами моими. Сердцем веруем и устами Твоими. Пусть отобою да острый меч. С одной стороны, что Господь сказал. А с другой стороны, что ты говоришь. Вот это слово, которое я вам сказала, что оно обозначает дистомос. Дистомос. Двойное говорение. Бог и ты. Ты, Господь, вместе. Это есть меч, который поражает дьявола. И у Господа это уже запечатлено и утверждено на небесах. Пусть это утверждится в нашем слове. Слава Господу. Слава, 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 слава. О, Господь, что вы тут пишете? Слава Господу. Получилось? Угу. О, слава Господу. Ну, вы говорите, да, да, да. Вот, во имя Иисуса. Слава Иисусу. Господь Иисус, за слово Твое. Спасибо, мама, вера. Да, слава Господу, дорогие мои. На войне, как на войне. И вообще туда нос мы не будем высовывать без этих оружий. Потому что слово Божие, это истина. Потому что она и побеждает. Щит и ограждение, истина Его. Доспехи, слово Его. Аминь. И шлем спасения, и щит веры, и броня праведность. Все черпается из слова Бога. Посмотрите, я сегодня кулаками машу здесь. И вся такая вдохновление. О заповедях твоих дальше. Ой, ну что ни слова. Вот 14 стих. На пути откровений твоих я радуюсь. Как во всяком богатстве. Да потому что радость приходит. Дети Божии. Радость приходит от слова Божьего. Господь за нас. Сегодня, прямо сейчас, Дух Святой говорит. Дети, окрепитесь. Ободритесь я с вами. Начинайте действовать. Время последнее. Завоевывайте, захватывайте территории, которые захватил сатана. Наступайте. И там, где ты со словом моим вступишь на эту территорию, вся земля будет твоя. Только веруй. И дальше. О заповедях твоих размышляю. Взираю на пути твоими. Уставами твоим утешаюсь. Не забываю слова твоего. Друзья мои, что ни слова, что ни стих, все пронизано силой и славой Божией. Аллилуйя. Будем тверды и мужественны. Будь тверд и очень мужествен, брат. Сестра моя, будь тверда. Не отступай от слова Божьего. Пусть оно проникнет. Позволь, чтобы этот меч все перевернул, все отсек, чтобы все негодное все ушло. Чтобы он сделал чистым тебя. И ты в этом оружии Божьем выступишь, как муж брани. Как муж сильный. Дашь голос. И по слову твоему будет так. И будет тебе. И будет тебе, что ни скажешь. А ты будешь говорить так, как говорит Слово Божие. Ты говоришь Слово Бога. В своей жизни, в своей ситуации. Сам себе говори. Во имя Иисуса говорю я себе. Во имя Иисуса подчини Слово Божию. Прибывай, пусть оно не отходит от уст твоих. Ты хочешь, моя дорогая душа, быть успешна во всем. Нет тебе успеха до тех пор, пока ты не углубишься в Слово Божие. Потому что богатство и слава в его руке. В праведности Божией. В славе Господней. В Слове Божьем. Богатство и слава. В премудрости Божьей. Во имя Иисуса Христа. Халилуя. О Господь. Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего. Господь. Я ве милость рабу Твоему и буду жить и хранить Слово. Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего. Мы увидим чудеса, которые сокрыты в Слове Божьем. Мы увидим, когда оно будет в нашем сердце с верою и в наших устах. Господь, слава Тебе, слава Тебе. Мы говорим, Господи, иви чудо. Иви чудо. Господи, иви чудо. Сейчас мы будем молиться, чтобы Господь являл чудеса. Наше время приходит к тому времени, что наш час общения заканчивается. Мы будем молиться сейчас. Берите, я еще не знаю, за кого здесь о чем молиться. Распечатки у меня ночной не было. Сейчас своими устами мы произносим в Духовный мир и физически Слово Бога нашего. То есть соглашайся с этим Словом Божиим. Ирочка, Гава, аминь, аминь, аминь. Своими устами. Да, Господь. О, классная. Слава Господи. Власть верующему. Да на. Слава Господу. Иви нам чудо. Дай увидеть чудеса закона Твоего. Лариса, Ты увидишь чудеса закона. Увидишь, дорогие мои. Писание говорит, мы увидим. Мы не ослепли. Нам Господь снимет это покрывало. Это, Господи, разделение, чтобы нам видеть славу Твою. И когда мы используем Слово, мы точно увидим. Аллилуйя. Истомилась душа моя желание судов Твоих во всякое время. Да будет, Господи, суд совершен Твой. И когда Господь совершает суды, люди, живущие в мире, научаются правде. Так говорит Исаия. Итак, истомилась душа. Суды, да будут совершаться над нашей греховной натурой. Над нашей падшей природой. Да будут совершаться суды Божии. Чтобы нам освободиться от этого во имя Иисуса. Да будут совершаться суды в этих всех обстоятельствах нашей жизни. Да проникнет туда суд, Слово Божие. Господь говорит, не я буду судить, а Слово Божие. Мое Слово будет судить в последний день. Но оно уже сейчас судит нас. Судит. Судит помышления наши сердечные. И всякое помышление пленяет послушанию. И судит все наши обстоятельства, где сатана захватил нашу территорию. И он вот идет. Дух Святой, который пришед, придет. Он обличит мир о суде. О суде. О суде. Что? Не верует в меня. Вы знаете, когда мы не доверяем Слову Божию, получается, что мы не верим. И поэтому пусть сейчас Дух Святой со Словом Божиим просто истечет, вырежет из моего духовного человека эту опухоль, злокачественную раковую опухоль, сомнения, неверия и такого, знаете, не концентрированного внимания. Пусть Господь истечет из моего помышления вот эту злокачественную опухоль, которая разрушает моего духовного человека. Да не будет так. Будем укрепляться. О Господь, слава тебе. Слава Господи за прорыв в моей жизни. Оживи меня по слову твоему. Пусть уверует мой муж Юрий. Уверует тогда вернующая, милая моя, дорогая сестра моя, Галечка. Ты, стоящая в проломе, будет спасение за прорыв в моей семье во всех сферах жизни. Юлечка будет. Яна, Яна, все, милые мои, тут так много вы пишете. Сатана, убирайся прочь во имя Иисуса Христа. Сейчас Дух Святой ведет нас, чтобы мы молились и говорим. Во имя Иисуса Христа, вот меч духовный в твое закоснелое темя. Сатана, мы просто берем Слово Божие и говорим. Во имя Иисуса. Да будут сокрушены все твои замыслы. Да будут разрушены все твои дела. Во имя Господа, оружие воистования наше, вот меч духовный, который сильный на разрушение всех демонических атак. Да будет так, по слову твоему Господь. Да будут разрушены все эти зависимости. Наркотические, всякие, всякие зависимости игровые и никотиновые и алкогольные и наркотические. Во имя Иисуса Христа, да будет все разрушено в народе твоем. В народе твоем во имя Иисуса меч духовный пройди. Меч духовный пройди, очисти, освободи, освободи народ твой. Господь, мы сегодня истомились. Мы желаем откровения. Мы желаем, Господь, сейчас, чтобы слава твоя пришла. Мы сегодня облекаемся оружиями твоими. Господь, слава тебе. Аллилуйя, Аллилуйя. О, Рама Ситхо, Рама Хата. Душа моя повержена в прах. У кого душа в прах повержена. 25 стих. Оживи меня по слову твоему. Я сейчас призываю. Слово всемогущего Бога. Тот, кто успал, устал, тот, кто утомился. Кто уже как бы втоптанный в эту грязь всех этих неотвеченных молитв, может быть. В этой ситуации своей, где сатана глумится. Господь, оживи по слову. Сегодня это слово пройдет твое сознание. Оно поднимет и отделит это неверие. Вырежет это неверие. И это сомнение из твоего сердца. И ты встанешь из праха. Ты встанешь и восстановителем этих развалин будешь ты народом сильным, народом святым. Господь, слава тебе. О, Бог мой, слава тебе. Будем размышлять о чудесах твоих. Господь Иисус, удали от меня путь и лжи. И закон твой даруй мне. Дорогие друзья, мы часто говорим ложь. Не то, что обманываем или украшаем какие-то ситуации. Ложь еще тогда, когда мы не говорим так, как говорит Господь в эту ситуацию. Ложь это тогда, когда мы не говорим так, как говорит Господь. Поэтому здесь написано, удали меня от пути лжи. Путь лжи неправильный. Этот дьявол, отец всякой лжи. Он извращает Писание. И он клевещет на тебя. И он затаптывает тебя. И говорит, ты не тот, ты не так. У тебя не получится. И смотри, Бог твой тебе не помогает. Да не будет эта ложь отвергнута. Во имя Иисуса Христа. Да будет. Итак, разрушаются все козни дьявольские в жизни во всех сферах. У дочки тоже. Аллилуйя. Слава Господу. Начинайте провозглашать. Пишите сейчас. Оживление Слова Божьего. В эти сферы. Во имя Иисуса Христа. Это мощное сейчас помазание. Слово Божие. Прямо сейчас пишите. Рукою своею. Напиши. Чтобы написано было. Ясно для читающего. Чтобы ты сам написал это читание. Чтобы ты сам мог провозгласить это слово. Прямо в этой жизни. Не говори, помолитесь за это. Я молюсь. Я отстаиваю. Я говорю. Научает руки мои брани. Не чьи-то руки. А мои руки брани. Во имя Иисуса Христа. О Господь. Да явится слава Твоя. Господь. Укрепи. Господь. Во имя Твое. Да придет. Господь. Дело Твое. Спасительное. О Господь. Иисус. Чампра макасата. Аллилуйя. Страх Господень. Да наполнит нас. Удали. А страх лукавый. Да будет удален от нас. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Укажи мне путь, Господи, уставов Твоих. И буду держаться его. До конца. Тридцать третий стих. Господь. Я благодарю Тебя. Благодарю Бог мой. Живой Бог. За слово Твое. За этот сто восемнадцатый. Помазанный благословенный псалом. Оружие воинствования нашего. Господь. Ты говоришь. Укрепить меня. Укрепляй Господь. Словом Твоим. Уставами Твоими. И я буду держаться его до конца. Слушай, брат, сестра. Держись до конца. Держись до конца. До полной победы. Не сдавайся. Не сдавайся. Просто бери и держись. Держись и держись до конца. Бог тебя сейчас самого. Научает тебя брани. Стой крепко. Да, мы подвязаемся. Да, Божьи ангелы ополчаются. Но когда ты сам стоишь в этом проломе. За свои дома. За свои дела все. Тогда непосредственно к тебе идет это. Прямо с неба. Не через посредников. Нету посредников между Богом и человеком. Это другая сторона нашего общения. Мы здесь, чтобы нам научаться пути к Господнему. Чтобы нам возрастать. Чтобы нам не делать какие-то там вот это, отвлекаться маловажными делами. Молитва это большое дело. Мы с вами на эту тему говорили. И это большое дело. Держаться до конца. Вразуми меня. И буду соблюдать закон. И хранить его всем сердцем. Опять-таки, Слово Божие всем сердцем. Господи мой, Господи. Я много раз читала это Слово Божие. Но сейчас, именно сейчас, вы знаете, как бриллианты, как драгоценности. Прямо в каждом стихе, в каждом стихе что-то Дух Святой делает. Я говорю сейчас. Откровения просто идут потоком. Просто захватывают. Помышление наполняется. Вразуми меня. И буду хранить его всем сердцем. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить. Сердце. Слушай сердце. Принимай Слово Божие. Наполняйся Словом Божиим. Уставы только для того Богом даны. Чтобы говорить, как Слово Божие. Обоюдоострый меч в устах моих. Слово Бога. Одно. Обоюдоострый меч. Слово Божие. И он, когда приходит в устах, это вторая сторона. Вторая сторона обоюдоострости. Односторонняя, а теперь двухсторонняя. Двухсторонняя, когда я сердцем начинаю устами говорить Слово Божие. Аминь. Аллилуйя. Господи, во имя Твое Святое. Ощик раба сита, раба щита, раба ка цонта. Ора махала кара ма сита. И Господь Бог мой, я благодарю Тебя, что Ты отвращаешь очи наши, чтобы нам не видеть этой суеты. И тридцать седьмой стих. Отврочи очи мои, чтобы не видеть суети. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое, рабу Твоему. Ради благоговения пред Твою. Отврочи поношение мое, которого я страшусь. Ибо суды Твои благи. Вот я бы желал повелений Твоих. Животвори меня правдой Твоею. Послушайте все слово, каждое. Преклони сердце к откровениям. Преклони. Господь мы сейчас преклоняем. Не только сейчас, но всегда и постоянно. И очи наши, да не будут видеть суеты. Что значит видеть? Смотри очами своими, духовными. Не ту суету, не то, что сейчас захватывает тебя. Посмотри, как слово Божие просто проникает в эти ситуации суетные. Которые нас концентрируют только на этом. И мы варимся в этой каше суетности. Она как веревками спутывает меня. Суета, это как верви суетности, которые завязывают меня. И слово Божие, которое посеяно в тернии. Это когда не может слово Божие дать плод. Почему? Потому что суета. Мы смотрим не на слово, как Бог говорит, а на эту суету, которая не может до сих пор нас освободить, от нас уйти. И мы тогда заглушаем слово Божие. Бери сейчас, прополку делай. Этих всех терниев словом Божиим. Во имя Иисуса Христа. Слово Божие, выкорчуй. С корнем удали. Все эти суетные верви, эти веревки развобьются. Говори слово Божие. Используй. Используй его во всякое время. Во имя Твое Святое. И эта животворящая сила правды Твоей, Слово Твое, оживит два потока. Это тоже обоюдоострый меч. Прямо сейчас помнила. Слово Божие и Дух Святой, это две заточенные грани, которые через тебя проходят исповеданием Слова Твоего. И в том числе ты, эту вторую грань, с Духом Святым, потому что Он живет в тебе, Дух Святой в тебе, дает это побуждение. И из уст твоих уже выходит отточенная вторая сторона Слова Божие. Вы слышите, что? Господь прямо с нами сейчас. Аллилуйя. Ну что вы там пишете? О, благодарю Господа за поведу во всех сферах моей жизни. Людочка пишет. С Господом я люблю Иисуса. Я люблю тебя, Слово Божие. Слушаюсь тебя, Господь мой. А Господь слава тебе. Мы любим, веруем в Господь. Веруем и верим, Господь. И любим Слово Твое, как вожделение золота. Это сладость, это мед, это оружие, это сила наша. Слава тебе. Аллилуйя, Господь. За Духа Святого слава. Дух Святой сейчас торжествует, дорогие мои. Он торжествует в победе, что Церковь Божия во все оружие становится в полную меру, в полный рост. Она выпрямилась, она встала и пойдет завоевывать эту землю. Во имя Бога, Церковь Последнего Времени, как никогда будет оснащена этими оружиями Слово Божие. Сейчас кто еще не вникает в Слово? Пожалуйста, просто вникайте, начинайте лопатить, углубляйтесь с Него. Берите оттуда, потому что Бог призывает сейчас воинов Последнего Времени. Воины, они сильные. И врата ада не одолеют эту Церковь, не одолеют эту семью, вы слышите? Поднимаемся, народ Божий восстает в стране. Святой народ. Все цепи зла он разобьет. Чем? Словом Божиим, принятым в сердце. Потому что в последнее время сатана в великой ярости будет пускать реку своих всяких ложных учений, всяких своих сверхъестественных, чудесами и знамениями, будет даже совращать избранных Божиих. И он хвостом своим третью часть с небес захватил. Думаете, успокоился? Нет. Он до сих пор такой же остался. Поэтому сегодня наше воинствование сильное духом. Слово Божие единственное средство, которое наступает на все силы тьмы. Нет другого. Все защитные на тебе оружия взяты тоже из слова. Но Слово Божие написанное и Слово Божие, сказанное из Духа Твоего, силою Духа Святого, оно будет разрушать и наступать. Укрепитесь, ободритесь. Дорогие мои сестры, мои братья, Господь с нами. Слава Господи. Вспомни Слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. О, это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Слово Божие оживляет Тебя. Я вижу, что оно сейчас разрушает все немощи всей моей семьи именем Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Значит, это утешение. Слово Божие оживляет. Дорогая сестра. Аминь! Аминь! Оно сейчас оживляет Тебя. Аминь! Оно оживляет Тебя, дорогая моя. Стой в этом. Оно оживит все сферы Твоей жизни. Призываю, укрепи меня. Веруй силой Духа Святого. Господь, по слову Твоему, мне веру и Духа Святого. Благодарю Тебя за то, что Господь не ходит мой муж на совет нечестивых. Слава Господу! Или кто там, что кто-то... Володя не ходит. Слава Господу! Утверждай, он не ходит. Во имя Иисуса Христа мы запрещаем Володе ходить на путь нечестивых. Во имя Иисуса! Да он будет ходить на совет праведников. Господь, окружи его этими праведными. Во имя Твое! Иисус, дай мне больше приближаться к Тебе, всем сердцем любить Тебя. Женечка, Леночка, возлюбленные, именно так и делай. И тогда Слово Божие наполнит Тебя. Тогда из чрева Твоего потечет это, все оружие Божие, которое возьмет и будет разрушать. Просто вгрызись, въешься, съешь его, наполни себя этим Словом. И Слово Животворящее произведет жизнь. Слово Его есть жизнь. И оно судит, оно судит все дела дьявола, когда и где, сейчас, здесь, на земле. Оно разрушает. Не Ты, Слово Божие, живущее в Тебе, приведет эту Божественную работу. А Господь слабый Тебе! О, Господь, удел мой! Ну, куда не посмотрю, Господи мой, Господи! Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем моим. Господи, размышляю, размышляю, Господь, об откровениях Твоих. Спешил я и немедлил соблюдать заповеди Твои. Господи, Боже, Иисус Господь, дай нам спешить и немедлит. Время коротко, слушайте, люди. Время коротко, одни лукавы. Наполняйся, наполняйся Словом. Заполняйся этим маслом. Потому что Слово Божие, оно масло в Тебе производит. Дух Святой, это масло, которое берет Слово и трансформирует его. И начинает Тебе давать запасы горения Твоего. Слово Божие с Духом Святым, это горение Твоего светильника. Запасайся маслом. Милые, кто-нибудь считает, что он еще не мудрый? Сегодня время благоприятное. Сейчас день, когда ты можешь практически наполнить свой сосуд маслом Божиим. Слово Божие с Духом Святым дает горение Твоему сердцу. Это масло. Мы говорим, что такое мудрый? Где это там масло? У кого покупать? Близко Слово Твое в устах Твоих. Оно в слове здесь, перед Твоей Библия. Начинай лопатить, углубляться во имя Иисуса. Запасайся маслом. Ибо будут времена тяжкие. Как в временах тяжких? В временах тяжких нужно запасаться именно Словом Божиим, чтобы ты мог все преодолевше устоять во имя Иисуса. Сатана, как никогда в это время всего существования, всей бытия земли, он будет направлять на Церковь Божию, чтобы этими всякими ложными своими делами закрыть ей рот. Но у него не получится. Церковь имеет откровение от Господа. И Господь ничего не делает, не открыв тайны Своей рабам, Своим пророкам. Мы хотим тайны какие-то знать. Когда это будет, какого числа Господь придет? Тайну сейчас Он открывает боящимся Его. Он открывает Слово Божие. И нам не важно, в какое время придет Господь. На сегодня, если Он придет, ты готов, ты готов, потому что ты наполнен этим маслом. Ты невеста чистая. Слово тебя Божие очистило. Кровь Христа тебя омыла. И ты чистая невеста, беспятная порока. И еще ты грозная, как полки со знаменами. О, слава тебе Господь! Велик Господь! О, Бог мой и Царь мой! Здесь напишено дальше. Прежде страдания моего я заблужал, но ныне Слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Вы думаете, что сейчас то, что у вас происходит там, что-то плохое, это будет вам во зло, будет на добро. Потому что, если бы этого не было, мы бы не научились воевать и сражаться. Аминь, дорогие друзья! Сейчас мы учимся наступать на эту вражесилу. Словом Твоим, Господь! И благо мне, что я пострадал. То есть, я был в каких-то ситуациях. Чтобы научиться мне. А если все хорошо, скажи, чего мне учиться? Для чего мне научиться? А мне ничего не надо, у меня все хорошо. Но Господь хочет нас научать. Аминь, аминь! Аллилуйя! О, какой глух! Крщикра масах лабра бакаса! Очень... Дети мои служат Тебе, славят Твоими, своими устами. Господь, Дух Святой, только Ты можешь воскресить моих родных. Аминь! Я победительница, Людочка! Да, аминь! Аллилуйя! С понедельника начнется прорыв в жизни дочери. Аминь! Мои дети служат Господу, Отец мой благой. Аллилуйя! Я победительница, я сильна. Господь, слава Тебе! Ты давно, Господь! Да будет по Слову Твоему! Слово, что у меня дома происходит, это чудеса. Аллилуйя! Исцели, Господь! Отсели, Господь, от боли, от всего! Потому что Слово Твое! Ты послал Слово Свое! И исцелил их! И избавил их от могил их! Господь, мы молимся за исцеление! Пусть Слово Твое, Господь, проводит животворную работу! Эти все онкологические, всякие ВИЧ-инфекции, все, Господи, эти всякие горячки, всякие вирусы, да будут бежать в страхе от Слова Твоего! Мы посылаем Слово Твое! Ранами Христа! Исцелились наши близкие! Ранами Христа! Ранами Христа, не нашими жалобами! Не нашими слезами! Во имя Иисуса, ранами Христа, мы посылаем сейчас Слово Твое! В эти места больные! Да будут исцелены они! Да будут восстановлены! Дорогие мои, прям направляйте Слово Божие! Прямо в то место, где больное у вас или у ваших ближних! Во имя Иисуса, послал Слово! Послал Слово! Посылаем Слово! Посылаем Слово! Прямо сейчас мы берем и этим Словом отрезаем всю эту гниль из этого организма! И во имя Иисуса, извлекаем ее и выкидываем ее прямо в преисподние места! Там, где всякое разложение! Всякое разложение! Во имя Иисуса! Все, что из преисподней! Эти болезни, как проклятие! Мы их отсекаем и выкидываем и выбрасываем преисподние места! Мы уйдем в вечность, как переход! 120 лет он вошел на гору, умер, ушел, перешел в Славу Господню, Моисей! 120 лет! Не нужно было болеть! Он не хромал, он не страдал, у него не было ракового заболевания! И мы сегодня, наученные руки нашей брани, говорим про чего имя Иисуса! Мы в старости будем долголетние, долготою дней наполненные! Мы в старости будем плодовиты, сочными! И когда день придет, мы придем готовые к Господу! Мы придем готовые! Аллилуйя! В полночь вставал славословие Тебя за праведные суды Твои! Общики о всем боящемся Тебя! И хранящим повеления Твои! Дорогие мои общники! Вы и мы все вместе! Мы общики! Мы общаемся! Мы общаемся через Слово Божие! Сегодня Дух Святой ведет нас общаться с Богом через Слово Его! Мы общники Господу! Мы общники друг к другу! Мы одна команда! Господь сегодня радуется! Дух Святой радуется! Что Он преобразует обновление ума нашего! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава! 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 Отсекаем всякие планы сатаны для наших семей, наших детей! Победа от Господа для наших семей! Аминь! Галочка! Аминь! Цюренко! Слава Господу! Мама Вера, спасибо большое! У меня несколько дней назад начиналась болезнь, и я во имя Иисуса провозгласила исцеление себе, и я исцелилась! Аминь! Аминь! Вы слышите? Мы будем свидетелями! Мы будем свидетелями славы Господней! Мы будем стоять твердо в слове! Аминь! Слава! На веки, Господи, Слово Твое! Господи, что сегодня с нами происходит? На веки, Господом, Слово утверждено на небесах! Господь слава Твоей! Истаивают очи мои о Слове Твоем! Говорю я! И я говорю, Господь слава Тебе! Ибо имя Ты оживляешь меня! Слушайте, имя Господне оживляет нас! Но не это ли же! Я буду читать! Я только сейчас чуть-чуть вижу! Слава Господу! Мы будем свидетелями! Да! Ура! Будем видеть! Прошу, Господа, обновить мое! Обновить! Прорыв в моей жизни будет, Господь! Можно с вами? С вами можно с нами, мама Вера? Можно в любое время? Пишите на скайпе, я буду с вами общаться! Мой скайп Алекс Вера 1942! Ранами Иисуса моя мама исцелена! По моей вере! Свидетели мы свидетели славы! Мир увидит славу! И соль земли! И наши дети с нами! Аминь, дорогие мини! О, Господь! О, если бы не закон! Господи мой, Господи! Что сегодня происходит? Если бы не закон Твой был утешением моим! Погиб бы я в бедствии моем! Но слово, слово повеления Его! Дает нам спасение! Вовек не забуду повеление! Твоих, ибо имя Ты оживляешь меня! Твой Я! Твой Я, слышите? Спаси меня! Ибо Я взыскал повеление Твоих! Посмотрите, какое близкое отношение! Мы говорим, слышит слово Господа, что Господь скажет, да говорит Он сломом своим! Вот что Он говорит! И Ты отвечаешь, Твой Я, Господи! От раннего утра и до позднего вечера я ищу лица Твоего! Что Ты скажешь во внутренности моей? Слово Твое оживляет меня! Вот что оно говорит во внутренности Твоей! Спасешься Ты и весь дом Твой! Вовек не забуду повеление Твоих! Ибо имя Ты оживляешь меня! Господи! Господи, бездна премудрости! Величаю, восхваляю! Не будем оставлять! Не будем забывать! Во имя Иисуса Христа! Сатана, Ты вор! Но Ты не украдешь у меня это Слово Божие! Мое Слово, Слово Божие, которое я сейчас принимаю, оно не посеяно при дороге, где вороны, бесы, тотчас приходят и клюют это Слово! Нет! Слово Твое я положил глубоко в сердце моем! И из сердца, запомни, из сердца никогда дьявол не похитит Слово! И он не сможет туда проникнуть! Потому что в сердце, в Духе Твоем, Дух Божий! И он хранит Слово это! И дает его тебе использовать! Аминь! Не похитит ни одна ворона! Во имя Иисуса Христа! Я сейчас повелеваю всем этим воронам, всем этим бесам! Я запрещаю! Это Слово, которое сейчас есть, не будет похищено вами! Мы сейчас его глубоко в сердце свое сеем! Слово Всемогущего Бога! Сатана, Ты к Нему части никакой не имеешь! Оно глубоко в сердце! Оно ни в одно ухо влетело и в другое вылетело! Нет! Мы тебе не даем места! И наша голова защищена шлемом спасения! И уши наши не слышат Твоей лжи, а слышат, что говорит Господь! Халилуя! Вовек не забуду Слово Твоего! Твой я спаси! Халилуя! Щиро граба косата! Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои! Сатана стоит, чтобы подстерегает, чтобы погубить, смотрит слабое место Твоей жизни! А ты что? А я углубляюсь в Слово Его! В Сатане там не будет места! И все его вот эти вот подстерегания не будут иметь успеха! Во имя Иисуса Христа! Мы противостоим тебе, дьявол! Хоть ты, как рыжкающий лев, ходишь, ища кого поглотить! Ты высматриваешь слабую добычу! А мы сильные! Сносим немощи слабых! Мы сильные! И роги у нас сильные! И копыта наши, побеждающие, попирающие врага, сильные! Как буйвол сильный, крепкий! Рог спасения его у нас! И мы этим рогом сейчас просто на этого рыкающего, который ходит и ищет слабую овечку! Мы защищаем сейчас наших слабых! И всю нашу силу направляем на этого рыкающего! И убежит во имя Иисуса Христа! Прочь, Сатана! Это не твоя территория! Ишь, куда придумал прийти там, где овцы пасутся! Да мы сильные! Защищаем и сокрываем собою немощи слабых! И Господь с нами! Он говорит, дети мои, точно вы! Плоть моя и кость моя! Халилуя! Слава тебе! Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерна общинна! Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем! Заповедью твоей ты сделал меня мудрее врагов моих! Она всегда со мною! Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих! Я сведущ боль из старцев, ибо повеление твоего твоих храню! Как сладкие гортани мои слова твои! О, Господь, слово Твое, светильник моей святой! Господи мой, Господи! Господь, я благодарю Тебя за эту благодать, которую Ты дал нам! Господь, слава Тебе! Мы сильны в Иисусе, Людмилочка! Слава Господу! Мы утверждаем Твою власть и Твою волю в наших семьях! Аминь! Противостаньте дьяволу, и он убежит! Олечка пишет! Открываю двери каждой сферы моей жизни для Тебя, Иисус! Аминь! Наша церковь будет построена во славу Господа! Галочка! Слава Господу! Шахназа! Господь, благодарю за этот огонь Духа Святого! Аминь! 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 Сейчас этот светильник возгорается! Слава Господу! Ну еще что там? Что там? Я еще буду читать! Двигайся! Господь, слава Тебе, Людмила! За прорыв вечером был плач, а на утро получили радость! Провозглашаю мир спасения, процветания во всех сферах жизни! Аминь! Люда, мы вместе с тобой! Я все могу в укрепляющем Иисусе! Слышишь, Яна? Достаточно плакать! Все! Плач возвращается в радость! Чудеса происходим в каждом дне! Аминь! Анатолий! Толик точно так! Аллилуйя! Вот тот, кто в нас сильнее того всего, что... О, Господь реальный! Мама Вера, у нас что, свидетельство? Покаялся, Ромазий! Мы за него молились! Аллилуйя! Венера, уж что бы! Аллилуйя! Дух Святой, спасибо за откровение! Господь, Дух Святой, сила, прорыв! Господь, полетели! Полетели, Господи, чудеса! Ласточки полетели, народ кается! Народ встает и поднимается! Учите поднимающихся новых быть воинами! Потому что последние будут первыми! Аминь! Аллилуйя! Слава Господу! Слава, слава, слава! Аминь! Аллилуйя! Пусть разрушаются все планы сатаны! Во имя Иисуса Христа! Да будет так! Все могу! Укрепи нас! Приди, Дух Святой! Коснись всей моей семьи! Очисти и прости за грехи и ошибки! Аллилуйя! Да будет так! Да будет! Очисти! Очисти! Тот, кто во мне намного больше того! С Богом я могу все! Аминь! Господь, дорогой! Слава тебе! За эти чудесные свидетельства! Всякое ваше свидетельство, которое вы сейчас свидетельствует, идет прямо в духовный мир! Помазание очень сильное на Слово Божие! Во имя Иисуса Христа! Во Христе я все смогу! Только так! Аминь! Я все! Ранами Иисуса я исцелена! Аминь! Спасибо тебе, Господь! Сила моя и пение мое! Танечка, пой! Василенко! Пой, слава тебе! Пение! Пение на 100! Зима прошла! Пение птиц настало! Голос горлицы слышен в стране нашей! Вы слышите? Голос горлицы стал слышен! Какой голос? Голос веры! Голос Слова Божия! Голос могучий! Слушай, земля! Земля! Голос Божий! Пение настало! Голос! Церковь Божия! Говорит Слово Бога! Во имя Иисуса! Да будет так! Господь! 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 Ты великий! Господь! Господи мой Божий! Я думаю, что, дорогие мои, не остановится эта молитва! Не остановится! У вас вечер, вам надо спать! И ложитесь с Господом с этими словами! Отец, прошу за пастора Владимира! Господи, не прочитала! Но все, что нужно пастору Владимиру, помоги! Я узнаю стратегии и обман саданны! Я останавливаю их Словом Божьим в наши руки! Наша мама нам весенний соловей! Господи, Олечка, спасибо! Соловей! Да я здесь не такой соловей! Я не знаю уже, как полное исцеление моей жизни! Людочка! Продажа кафе! Пусть случится! Да пройдет она эта продажа кафе! Господь! Пусть они купят ее побыстрее, это кафе! А мы сейчас трапезу Божию устанавливаем! Наша кафе! Это пища наша! Слово Божие! И оно будет в виду врага нашего! Вот наше кафе! Аллилуйя! Душа моих откровений твои! Я люблю их крепко! Юлечка, молодец! Правильно! И во сне пусть наседает нас Господь! Галина Суханова! Да! Галина Цюренко! Где Дух Господень, там свобода! Там обидает благодать! Мы будем славить имя Бога! Мы с ним будем танцевать! Аминь! Да, да, да! Душа моих хранит откровения твои! Слава тебе, Господь! Слава тебе! Дорогие, дорогие! Сегодня прорыв! Сегодня форес! Прорыв, значит! Прорыв в Духе! В Слове Божьем! Довольно! Хватит! Утверждать! Я хочу, чтобы все вы, которые пишете нужды, тут же сразу пишите Слово Божие, которое отвечает на эту нужду! Ты написал нужду и подтверди Словом Божиим! И ты тогда, видя невидимая, и мы вместе с тобой поддерживаем! Господь, слава тебе! Аллилуйя! Господь! Животвори нас Словом Твоим! Аллилуйя! Провозглашай полное исцеление моего племянника! Вера соумела! Аминь! Я освободилась от всех долгов! Прямо сейчас! Аллилуйя! Чудеса великие твои! Господи! Да наполняется язык мой возгласить Слово Твое! Ибо все твои... Господи, мой Господи! Аллилуйя! Сегодня, слава Господу! Сегодня князь мира сего изгнан будет вон во имя Иисуса! Словом всемогущего Бога! Князь мира изгнан вон! Аминь! Дорогие мои! Язык мой возгласит Славу Господню! Мы уже здесь час пятнадцать! Я смотрю на часы! Я не знаю! Но еще так хочется дальше молиться! Еще хоть пять минут вы позволите? О! Паканта ламасах лоб рабасинта! О! Галарамасита ламрабасщила рабасах робасита! О! Ламашила рабаканта рамасагатату! Во имя Иисуса Христа! Во имя Господи! Слава Тебе! Радуюсь я Слову Твоему! Как получивший великую прибыль! Господи! О! Щикрамасанту рамасщира крамасахатата! Я радуюсь Господь! Мы получили сегодня великую прибыль! Слово Твое помазанное Духом Святым! Прибыль! Прибыль во всех сферах жизни! Духовной, физической, материальной! Во всех, во всех сферах! Получаем великую прибыль! Получаем великую прибыль! Получаем великую прибыль! Получаем! О! Мощикрамасан! Свидетельство! маму мою как подменили жанат халилуя халилуя господь давайте если молитва будем еще молиться просто помазание дорогие мои сейчас сильно идет помазание слова божия оснащенная помазанная духом святым это обоюдоострый меч будем провозглашать не теряйте это помазание у нас может быть будут еще такие служения когда мы не только один час а мы будем долго и много молиться потому что время молитвы пение настало время настало халилуя а вы чады сиона радуйтесь и веселитесь о господи ибо он даст вам дождь в меру и будет не спосылать вам дочь поздний и ранний сегодня господь дождь поздний поздний с великими великими чудесами господь слава ха сам паник асаха танту мишина рама касала рамасата шик рама саду лобра массия о грамаса тарама щита муж неверующий освещается муж неверующий все неверующие мужья освещается женом женами верующими и дети наши святы мы стоим на обетование мы изменяемся сами и наши мужья освещаются господь слава тебе великий господь до слова право здесь не с великим множество цари воинственных бегут а сидящие дома будет делить добычу аминь 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 а слава тебе о слава тебе да будет так да будет так дочь благодати изливается дочь благодати принимаем принимаем молите просите дождя и залью господь блеснет молнию прямо сейчас молния да блеснет и порзит закоснелая темя прямо поразит словом божия с духом святым всякого закоснелого который сейчас контролирует ситуации святых божьих да будет разрушение ему и полное поражение во имя иисуса христа чин грамма садов господь господь я благодарю тебя мы принимаем принимаем эти все оружие твои во имя иисуса христа и хочется крикнуть сильно аллилуйя шаг назад кричи кричи не удерживайся господь сам сказал я долго молчал удерживался а теперь буду кричать кричать как рождающие сегодня слово божие кричит потому что она родилась она родилась в нашем сердце и она кричит самое первое что делает ребенок когда рождается он кричит кричи слова божие кричи слова божие в свои моя мама покаялась верю что она будет продолжать ходить церковь роман аминь аминь тысячи пойдут пройдут вокруг нас но не притронутся аминь уповающий на господи не будет послужен аминь только так я всегда буду слушать господу и мой дом отвечает со мною льется дождь твоей милости слышу голос внутри рождается рождается духовный ребенок и он говорит слово божие о дух святой сегодня порыв сегодня форес сегодня рождается форес господь прорыв прорыв слова божие в жизнь нашу аллилуйя рождайся кричи слова божие форес кричи кричи я и дом мы будем служить господу аллилуйя провозглашаю ранами креста я исцелена мы победители аллилуйя кричу рождена в боге рождена провозглашаю что моя мать дочерь ранами креста исцелена мать и дочь ранами креста прорыв проходи слово божие в эти раны в эти боли эти страдания своими раненными аслана слабо богу асана а сама но вы наше драгоценное так драгоценный господь и слова господа это драгоценность надо выехать на природу и прокричаться давай выходите куда угодно и кричите кричите господу славу мурманская область что там поздних поздний хронический резон стадис спать сгиб ой какая-то там тяжелая тяжелый синдром какой-то господи да проникни в этот тяжелый синдром не знаю какой но там ты господи знаешь проникни господи и измени всю эту диагностику все эти синдромы да выйдут прямо сейчас из этого тела о во имя иисуса клим брама сантара машина раба кассамбле мэршинда о нам рома чиндара машиндара баха рома санту ни одного миллиметра в жизнях наших детей от мира все миллиметры все километры каждая сфера жизни благословенном наших детях во имя иисуса ранами иисуса христа я исцелена да будет не по слову твоему аминь 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 да будет так да будет так да будет так чикла рома сато ломбра мощи а аллилуйя господь слава тебе о господь до утверждается слово твое утверждается в нас язык мой про о господи божий господи я не знаю предваряю рассвет и взыскиваю на слово твое о взываю господь очи мои предваряйте утреннюю стражу чтобы мне углубятся слова твое господь ступи с дела мое и защите меня по слову твоему господи сейчас по слову защитим все неправильно